Привет, друзья, это 5 Алимент. Меня зовут Денис. Сегодня я собрал вас здесь, в этом ролике, чтобы рассказать про беспроводной пылесос. Честно скажу, что с этой фирмой я знаком не был, но должен сказать, что повод весьма весомый с этим пылесосом познакомиться, потому что он оказался весьма-весьма неплох. Друзья, сегодня у нас на обзоре беспроводной пылесос компании Aena. Вот так он выглядит. И называется он по-сложному Cordless Vacuum Cleaner, либо же SC3. Тест уборки, распаковка и все, что вы любите. Приятного просмотра. К нам на обзор сейчас попал этот пылесос, роботы-пылесосы, паровые швабры тоже от этого бренда. И я думаю, что это будут интересные ролики, поэтому подписывайте, чтобы не пропустить. Ну а мы начнем с распаковки нашего пылесоса. Вот и вся комплектация. Действительно очень много. И я уже вот таким одним попользовался дома и просто на камеру распаковал, что вы тоже посмотрели. Мне очень нравится, что каждая деталь запакована вот в такой пакетик. Это, мне кажется, здорово, потому что, во-первых, все сохраняется и это очень презентабельно. Давайте посмотрим, что там внутри. Я все быстренько достал из пакетиков. Давайте поговорим, что есть в комплекте. Ну, во-первых, сам пылесос. Мы его сейчас оставим в сторону. Немножко попозже к нему вернемся. Есть вот такая труба-удлинитель. Она у нас не телескопическая, просто как есть. Но забегая вперед, скажу, что она в целом подходит даже самым маленьким любителям чистоты. Поэтому в целом все нормально. И сам пылесос тоже не тяжелый, про это тоже расскажу. Также у нас насадка вот такая универсальная. Несколько в одном, что называется. Для мебели она больше всего подходит. Это какая-то, знаете, угловая и щеточка раз. Щелевая вот такая насадка. Также у нас имеется моторизированная насадка вот с таким валиком для полов и так далее, и так далее, и так далее. И также у нас есть еще вот такая док-станция. И сразу должен сказать, есть здесь один субъективный минус, который я ощутил во время эксплуатации пылесоса. Если вы, допустим, не хотите монтировать эту вещь на стену, а она монтируется именно на стену, даже крепежи есть в комплекте, то здесь сам блок питания, который идет к пылесосу, он не вынимается. То есть вы заряжать должны только на этой самой док-станции. Но, с другой стороны, очень элегантно организована посадка данного пылесоса, когда у вас где-то эта док-станция находится, вы просто так вот и хоп делаете, и уже все заряжается. В целом, вот это удобно. В комплекте больше ничего. Давайте перейдем к самому пылесосу. Здесь есть несколько любопытных моментов. Для запуска пылесоса здесь используется пусковой курок. Он не как в Dyson, не нужно держать кнопку. Просто вот один раз нажали, и все работает. Захотели выключить, нажали. Также при помощи специальной кнопки на торце мы с вами можем изменять режимы скорости. Их всего здесь три. Сейчас про них тоже поговорим. Включаем. Базовый. Помощнее. Самомощный. Если говорить про мощное всасывание, то на самой минимальной скорости это получается 8000 паскалей. То есть это по-хорошему, знаете, в полтора-два раза по-хорошему больше, чем робот-пылесос. А в пиковом значении, то есть на экстремальной скорости данный пылесос вырабатывает мощность 23000 паскалей на всасывание. Я вообще должен сказать, что с течением наших обзоров я постепенно пересматриваю мнение свое касательно беспроводных пылесосов. И знаете, вот иногда вот такой вещью гораздо быстрее можно убрать в квартире, чем, допустим, тем же самым роботом. Но робот это комфорт, это удобство, что вам не нужно самим ходить пылесосить. С другой же стороны, если вам нужно быстренько все сделать, пропылесосить там в течение 10 минут, либо же убрать какой-то локальный участок и сделать это качественно, то в этом случае беспроводный пылесос, мне кажется, будет лучше. Давайте дальше будем говорить про сам пылесос. У пылесоса есть целых три съемные части прямо здесь, и давайте их покажем. Первое, самое банальное, это, конечно же, бак для мусора. И снимается он нажатием двух клавиш, одна вот здесь, другая здесь, берем, вот так вот снимаем, и, собственно говоря, все достается. Емкости он 500 мл, это немало, но у него отсутствуют какие бы то ни было хитрые, знаете, инструменты для того, чтобы вытрясти мусор. То есть вы просто кнопочку открываете над мусоркой, и все вывалится. Дополнительных никаких щеточек, кисточек, которые дополнительно вот здесь вот почистят, к сожалению, нет. Есть еще приятная особенность у данного контейнера, это то, что здесь установлен специальный миф-фильтр, который также можно мыть под водой. Но, как и в случае с самой колбой, конечно, тут нужно понимать, что вы помыли, хорошенько просушили, может быть, даже день, почему нет, и уже поставили, тогда можно будет работать. Ну и третья съемная часть, это тот самый батарейный отсек. Где-то производитель дополнительно ничего не пишет, но, скажу вам так, вот этот сам блок на 2000 мА, это, кстати, не так уже много, но пылесос работает, кстати, очень долго, я сейчас тоже про это расскажу. Так вот, в теории, вот можно купить несколько вот таких блоков, и, соответственно, вы там один зарядили, поставили в пылесос, и можно будет работать дальше. Пока такой возможности, по крайней мере, у нас на сайте я не нашел, что можно докупать вот такие специальные батарейные отсеки дополнительные. Так вот, в целом, мне кажется, это прикольная история, если у вас все-таки есть несколько батареек, то можно будет долго пылесосить, но про автономность я прямо сейчас расскажу. Если мы с вами говорим про минимальный режим мощности, то здесь автономность может достигать 45 минут, это не прикол, я этим пылесосом честно отпользовался несколько дней у себя в квартире, могу сказать, что примерно так и есть. И минимальный режим мощности, вот как бы там ни было, звучало красиво, но реально хватает вот все квартирные задачи, там убраться на плитке, убраться на ламинате и так далее. Конечно, когда вы уже будете переходить на ковер, там нужно будет включить мощность посильнее, но минимальной мощности за глаза хватает. На втором режиме мощности можно поработать чуть больше, чем 20 минут, и на третьем режиме, то есть турбо-режим, экстремальный, как вы хотите называйте, можно продержаться до 12 минут. Турбо-режим я, скажем, применял гораздо реже, но скажу так, что если у вас в квартире, скажем, полезная площадь уборки 20-25 квадратных метров, то есть это однушка-двушка, то вы даже на турбо-режиме можете вообще пропульсовывать всю квартиру достаточно быстро. Сейчас я, кстати, живу в подобном съеме, примерно с площадью уборки 20-25 квадратов, и скажу так, что на обычной мощности мне хватает на 2-3 уборки данного пылесоса. Кстати, на этом самом батарейном отсеке во время работы у нас показывается статус или индикация заряда батарейки. Там всего 4 палочки, и можно переключаться между мощностями, за это отвечает зеленая точка. Ну и теперь о самой уборке. Как я вам сказал, что подобный второй пылесос я взял к себе домой на несколько дней протестировать. У меня дома живет песик черный, и он активно линяет, конечно, сбрасывает шерсть, и за ним тоже нужно убираться. И данный пылесос с моими этими всеми задачами с легкостью справлялся, как я сказал, на обычном, либо же стандартном по мощности режиме. Еще я должен вам рассказать про саму моторизированную насадку. Вот так она выглядит. Здесь есть небольшой секрет. Валик, во-первых, вы можете понять, для твердых полов хорошо полирует, но волосы не наматывает. Это тоже здорово. Сразу же мусор попадает в бак. Но здесь есть секрет, который выглядит вот так. Специально три светодиода, которые подсвечивают тот маршрут, по которому вы убираетесь. То есть, с меньшей вероятностью вы пропустите какую-то грязь или пыль. В темных помещениях срабатывает круто. Я, кстати, думал, что это какая-то детская шалость, но попользовался и понял, что в целом штука интересная. Дом у меня и ламинат, и плитка, и ковры. Как я сказал, что на обычной мощности можно спокойно убирать паркет, ламинат, плитку и так далее. На ковры уже нужно сделать помощнее немножко. Но, в общем-то, проблем никаких у меня не составило с этим. И, что еще приятно, что бесправдный пылесос также можно еще использовать как пылесос в авто. Тоже пробовал, тоже пылесосил неплохо. Ну, еще по традиции в концовке ролика мы, конечно же, загадим пол в нашей съемочной, чтобы показать, как же данный пылесос справляется с различным мусором. Можете посмотреть сейчас сами. Можете посмотреть сейчас? Можете посмотреть. Играет музыка Ну и давайте подойдем некоторые выводы по данному пылесосу Начнем с минусов И откровенно говоря, откровенно Пылесос данный без минусов Реально очень зашел, без прикола Единственное, что я бы отметил То, что данный пылесос имеет док-станцию С несъемным кабелем питания То есть вы непосредственно подвязаны К этой пластиковой штуке Если было бы возможно просто напрямую подсоединить Скажем вот сюда зарядник, было бы мне кажется еще лучше Ну а плюсы это Действительно суперская автономность 45 минут на стандартной уборке Ну это реально просто очень много А если вы, допустим, обладатель небольшой квартиры То вы можете поставить мощность повыше И тоже автономность как-то на вас Не сыграет в худшую сторону С уборкой пылесос справляется хорошо Мне нравится моторизированная насадка, которая не наматывает на себя волосы Сразу же не попадает в контейнер Единственное, что я еще бы в минусы добавил То, что здесь есть навигационные вот такие колесики Которые как раз таки Пылью, шерстью, волосами очень сильно Забивается, поэтому периодически нужно будет чистить Ну а что про него вообще в целом сказать Хорошо убирается, долго это может делать Что еще из приятного Это, конечно же, цена в сегодняшних реалиях Стоит он адекватно по ссылке В описании, кстати, вы можете узнать цену и посмотреть То есть я по сравнению с конкурентами Ну так скажу, что на уровне Либо же чуть даже и ниже А что вы думаете про данный пылесос Обязательно напишите в комментариях Понравилась ли вам уборка с него Тоже напишите Будет приятно узнать по ссылке В описании вы можете узнать цену данный пылесос И я вам скажу, что ссылка-то ведет на 5element.by Сайт это наш родной Доставляем любую точку Республики Беларусь Ну а я с вами прощаюсь Денис, 5element, пошел убираться До новых встреч, пока